Что такое коучинг? А кто может сказать, чем, не говоря, что такое коучинг, чем это отличается от такого классического консалтинга? То есть консалтинг, в принципе. Не дают ответ коучинг, помогают. Да, да. И чем отличается от менторства? Менторство, это в целом похоже на коучинг, но коучинг, ну, менторство совмещает все. Твоя задача – менторить человека разными практиками. Вот коучинг – это именно ненаправленная помощь человеку с точки зрения ответов на его вопросы через его самого. Здесь это будет не классический формат, потому что есть еще, мы возьмем группу экспертов, то есть все, кто сидят, там будут эксперты. Я буду человеком-коучинг, который не дает конкретных советов. Иногда, возможно, буду там где-то дергать за ниточки, и будет человек, историю которого, проблему которого мы будем разбирать. Что еще важно, да, у нас времени не так много, и почему экспериментальный, потому что я не знаю, насколько у нас получится сделать там 2-3-4 истории за час. Я надеюсь, что мы будем так в быстром темпе эти вещи разбирать. Я буду чуть-чуть увеличивать темп, что там отвечаю на всякие вопросы, потому что коучинг предполагает, что нужно иногда подольше погрузиться, дать время подумать. У нас будет экспериментальный формат. И к вам вопрос. Кто считает, что у него есть четкая такая интересная проблема, с которой можно поработать? В плане стратегии, продуктовой команды, отношения с каким-то, не знаю, конкурентом, рынком, вот что-то не связанное с конкретным применением инструментов, а вот скорее две. Давайте послушаем и совместно выберем, что у тебя. У меня проблема такая, ну, как мне кажется, проблема, это общение, ну, есть компания, как бы, там, среднего сегмента, условно говоря, там, человек 200. Есть достаточно большой отдел продажи, есть продуктовая команда большая, вот я управляю продуктовой командой. И, собственно, есть продукт, который давно уже продается, его, ну, так или иначе, ну, компания растет, значит, его продавать умеют. Сейчас, как бы, там, активный рост, инвестиции, выкапываем новые продукты, причем, там, и исследования рынка, и у конкурентов они есть, и знаешь, что конкуренты продаются. И сами продукты, когда кастеют или идут клиенты, они их продают, а они его продаж не продают. Вот, ну, как бы... Не продают, ну, окей, я понял. Ну, вообще нет, ну, как бы, продаж не мега хреновый. Есть пару человек, которые продают, они говорят, что каждый раз это обращается с тем, что, ну, пошли в клиента, знаете, клиента этого, этого, этого не хватает. Ну, под каждого продажника дожди его. Окей, смотри, да, я сейчас немножко упрощу, получается, запрос, в коучинге говорят с запросом, вот такой какой-то понятной оформленной вещью, запрос такой, что новые продукты не продаются, и это, скорее всего, связано с отделом продаж. Есть ощущение, что это связано с отделом продаж, потому что сами продукты его в полях активно продают. Окей, ну, тогда давайте, ну, тогда продукты... Все понял, да, хорошо. Артем, у тебя был еще какой-то вариант, давай послушаем и вместе проголосуем, что сейчас первым возьмем. Есть компания Bittrex, наверное, делает портал и CRM-систему. Не углубляясь в их стратегию, подход такой, что мобильное приложение практически не развивается, а все новые фичи идут в верхнюю версию и в серверы, и никак не мотивируется даже мобильное приложение. Окей. Я считаю, что надо делать наоборот, mobile first, и как минимум можно купить, чтобы было последствия. Да, ты понял, проблема какая здесь в этом? Ну, то есть, да, что-то не так с мобильным? Я считаю, что выбрать какую-то стратегию. Вот, допустим, CBO считает, что так и должно быть, мы монетизировать не будем мобильное приложение, просто будем добавлять какие-то стратегии. Какие остались сильнейшие. Окей. Я считаю, что наоборот, надо добавлять новые фичи именно в мобильное приложение и монетизировать. То есть, в принципе, принятие решения, то есть, в принципе, не один из министров стратегии принимает решение на самую инвизацию. Да, тогда получается у тебя запрос в том, что ты видишь, что мобильное приложение, нужно для него делать фокус и развивать монетизацию и так далее, но по какой-то причине это не делается, и вот тебе хочется подступиться с тем, как дальше с этим быть. Правильно? Ты хочешь это как-то изменить, либо ты, возможно, неправ. Окей. У тебя, да, немножко косвенная история, потому что ты еще не там, но тоже интересно. Ну, я бы предпочел начать у тебя, потому что ты прям погружен в кейс, потом можем переключиться. Как тебя зовут? Забур. Отлично. Вставай, я думаю, так будет удобнее, да. А вы, ребята, как-нибудь так сядьте кучно здесь. Мы тогда это... Ну, прям просто... У нас много, да? Да, да, да. Ну, чтобы мы не были такие растянутые. Еще немножко расскажу, да, просто походу еще будут их коучинговые техники давать. Мне они очень пригождаются вообще в целом в работе с командой. Что такое... Вот мы взяли запрос. Вот, запрос сейчас достаточно субъективный. Вот, потому что Заур видит эту ситуацию как-то, он ее описывает. Вот, наша задача сейчас превратить ее в максимально объективную. Я задаю ему вопрос для того, чтобы эту ситуацию он посмотрел под разными углами. И здесь очень хорошо помогает такой инструмент, как визуализация. Мы сейчас вместе будем рисовать вот эту картинку твоей проблемы, как она присутствует. Вот, и после того, как мы объективно на нее посмотрели, мы уже можем с экспертами или, задавая уже вопросы на дальнейшие действия, пытаться это все как-то продвинуть. Давай начнем с того, что есть компания. В ней есть какой-то древний продукт. Я так понимаю? Ну, это core-продукт, который... ...кор-продукт. У него, с точки зрения продаж, продажи, ок. Компания существует на вот эти деньги, вот. Я так понимаю, деньги... На эти и на инвесторские, но, в принципе, в операционном плюсе уже. Окей. Откуда-то отсюда, если я правильно понял, деньги уходят в создание новых продуктов. Как много их? Слушай, ну, уже, наверное... Сколько там? Ну, давай, скажем так, пять, ладно, окей. Да. New product. Я не называю продуктами там, а мобильное приложение, условно говоря, это... Ну, сейчас я не считаю один продукт. Все эти продукты, если я правильно понял, проходят в стадии исследования. У нее есть продукты, и с точки зрения продажи самими продуктами, продукты летят. Все или нет? Все. То есть, все пять продуктов, они успешны? Ну, они успешно продаются. Они продаются у нас, они продаются у конкурентов. Конкурентов в каком плане продаются... Откуда я это знаю, но я сам конкурент. И там продавались, и здесь продаются. Окей. Бизнеса потребности есть. Здесь продажи не ок. Хорошо. Самый резонный вопрос, с которым мы начинаем. На твой взгляд, почему? Ну, на мой взгляд, на самом деле, если... Они не замотивированы к продаванию. Так, продаж не ок, потому что сейлы в сейлз не замотивированы. Отлично. Почему? Почему они замотивированы продавать вот этот продукт, а вот этот нет? Потому что они много лет... Там костяк сейлл достаточно старый. И, ну, извините, только мы можем так плохо говорить. Как по мне, надо, я уже устал, бороться, херам всех уволить и собрать новых сейлов. Но костяк старый, они сто лет продают этот продукт. И новый продукт они не продавали, в принципе, что ли. Ну тебе, да, консервативная команда сейлл. Консервативная команда, плюс еще там какое-то время не было у них там нормальной мотивации согласованной. Но это вроде как сейчас там с совместными сроками решилось. Как ты считаешь, мотивация продажи вот этого продукта... То есть чем мотивируется сейл, ты знаешь? Деньгами. Да, все согласны? Да. Ну, как еще раз. Сейл мотивируется деньгами, хороший сейл мотивируется деньгами. Здесь он мотивируется деньгами, все окей. Что говорит о том, что вот эта мотивация уже стала такой же, как здесь? Она здесь сейчас сильно больше, чем здесь. Здесь больше? Да. То есть даже мотивация больше? Да, даже мотивация сейчас больше. И в принципе, так как продукты новые, и там сами сейл, все хотят их раскачать. Тут как бы, ну, там, условно говоря, мы выкатили себестоимость. Я недавно, не знаю, правда, почему я, но, ладно, руководитель, там, директор по продажам попросил дать, нарисовать мотивацию сейлам по новым продуктам. Окей, я нарисовал ее, и его приняли, ну, там, все вместе с продуктами. Хотя, мне кажется, это руководитель, ну, он и должен был рисовать мотивацию, но, в целом, мотивация у них сейчас, за счет того, что мы хотим их продвинуть, она сильно больше. Окей, сейчас такой вопрос к аудитории. Объективная картинка понятна пока что? Кажется, что здесь, кажется ли вам, что здесь что-то не так? Ну, вот, как бы, объективно, смотрите, есть силы, они здесь получают мотивацию больше, сейл мотивируется деньгами, то есть, как бы, история, вот. Ну, они не замотивированы, ну, смотри, противоречие в чем, на самом деле? Возможно, я грышу на какую-то проблему, но, опять же, я хочу на эту точку зрения, там, с вашими глазами взглянуть, может, я действительно не прав. Силы, они уверены, что, так или иначе, они, там, какой-то доход, к которому они привыкли, они получат. Окей, и, да. Кажется, что... Сейчас, дайте по очереди, Сергей начал, да. Кажется, что, как бы, то есть, что-то еще есть, что, несмотря на мотивацию, кажется, что это какой-то порог, в итоге выше для них все равно, чем вот эта мотивация. Вот, то есть, вот очень хорошо заметили, есть конфликт, вот, и, кстати, вот тоже коучинговые практики, они обычно погружаются в то, что есть противостояние, которое, там, человек не может изначально, там, покрутить, понять, в чем оно, вот, и когда мы его находим, это очень хороший момент, значит, здесь шагнуть дальше, если мы шагнем и поймем, что за этим стоит, возможно, будут ответы. Да, Артем. Нет, суть в чем, смотри, есть, как бы, кор-продукт, который продается, а врастет определенный... Возможно, продается очень много новых продуктов, но делите новую команду. Возможно, ты прав, я вот за этот вариант, на самом деле, но я предлагаю, да, либо оставить их, ну, на самом деле, есть ощущение, что убери их, продукт примерно так же будет продаваться. Окей. Потому что все ссылы сидят, на самом деле, по большей части, на входящем трафике, на существующих клиентах, которые платят ежемесячными платежами. У нас облачная платежка. Так и должно быть в ежемесячных. Ну, по-разному. Давайте, да, не погружаться, не погружаться в вопрос, как идут следы сюда. Вот. Сейчас, секундочку, я снова обозначу, что то, что мы сейчас нашли, вот, опять же, для того, чтобы не искать сейчас какие-то остальные истории, у нас есть понятный конфликт здесь. И мы самое простое, что можем сделать, опять же, конченки, правда, взяли, разобрали, поняли, что там ничего нет, двинулись дальше. Давайте мы попробуем, ну, закинем, потом посмотрим дальше, куда пойдем. Присываться, блин, у компании фокус на продаже качественных продуктов. Есть ли у них фокус на продаже новых продуктов, либо они тогда говорят о том, что... Продажа у компании в последний год полностью фокус на продаже новых продуктов. Потому что старый продукт, он, ну, продается и продается, но, во-первых, рост его занижает, во-вторых, это уже, условно говоря, какой-то, там, мейнстрим, ну, просто, ну, скажем так, есть конкретные продукты, просто видеонаблюдение уже, ну, не то, что никому не интересно, оно как само собой разумеющееся должно быть. И в целом, я не скажу, что мы полностью емкость рынка уже выжрали, но, как бы, там насыщение сильно выше, поэтому мы запускаем новые продукты видеоаналитики. И вся стратегия компании и инвесторов, скажем так, она направлена именно на продажу новых продуктов, что удивительно, как бы, ну, замечательный вопрос. То есть это идет от руководства, а они пушат, там, руководство, условно говоря, не готовят. Да, смотри, Заур, мы сейчас попробуем вот эту вещь взять, вот сейл. То есть мы сейчас говорим о мотивации сейла, кажется, что здесь есть момент, который идет расходится. Как происходит мотивация, вот прям опишем процесс сейчас, вот как есть. Вот сейл, он продает старый продукт, как выглядит процесс, что его начинает мотивировать продавать вот это? Ну, если совсем на пальцах, если раньше он там получал объем, получал деньги за выполнение объема продаж по сервису, то сейчас у него там в мотивации появляются еще там два или три пункта за продажу видеоаналитических сервисов. Окей, то есть, получается, он вместе с этим еще может продавать вот это или только? Ну, то есть, условно говоря, получается, у него была в системе мотивации там два пункта продажа железа, продажа сервиса. Сейчас появляется продажа железа, продажа сервиса, продажа видеоаналитики в нейронатических модулях. То есть, у него, смотри, вы добавили ему плюс одну, плюс одну, ну, головную боль, условно. Да, 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 ну, я, ну, есть такое. То есть, да, действительно. Вот, это плюс ценность или минус ценность для села? Для села минус ценность. Минус ценность, отлично. Если села были плюсы, тогда бы, наверное, было бы очень странно. Так, идем дальше. Вы добавили минус ценность. А? Да. Ну, смотри, нет, ну, тебе нужно заниматься, ну, неважно, сейл человек, который, его задача как бы жить по правилам, и в рамках этих правил немножко там уже с клиентом конкретно играть. Вот. Не-не, любой, любой, любой человек, особенно сейл, не любит, вот, в общем, смотрит в плане что-то новенькое, вот, когда тебе, особенно, когда ты не сам выбираешь, вот, что важно. Здесь тебе пришли, сказали, еще один продукт продавай. Ты продавал два, продавай три, в голове держи три и так далее. Я сам продавал. Когда у тебя есть одна возможность продавать, это хорошо. Когда у тебя есть выбор, если с двух возможностей продавать, это лучше, ты сможешь очень... Тебе нужно фокусироваться. Это реально круто, я тоже так же мыслю, только с ними разговариваешь, вот у них как раз в голове сидит то, что, о чем говорит Илья. Да, ну, то есть, вот, особенно, я думаю, что вот консервативные силы, это вот такой. Ну, и мы видим обратную связь сейчас от Заура, что у них это так. А работает так, что вот ему как бы дали просто еще одну штуку, и он на выбор как бы, ну, что хочет, да и продает, правильно? То есть, вот, дай один, два, иди. Это дело, что пока дали на выбор, но есть желание, ну, пока дали на выбор, и именно поэтому он знает, что даже если он забьет на эту херню, тот уровень дохода, который раньше получал, он, ну, получит. Да, окей, то есть, давайте вернемся, он получил минус-ценность, что он получил еще? Он получил возможность, там, кратко повысить свой доход. Возможность, он получил возможность. Хотя бы, если вы слышите, не понятно, почему это же минус-ценность. Ты бы, ну, в окей не продавались, ты как бы сказать, что это нейтрально, если она не интересна. Ну, понимаешь, там, условно говоря, на встречах по продажам и так далее, их-то пушат, их этим нервируют, типа, че? Да, то есть, насколько я понял, здесь именно ими добавили, не то, что дали вот... И вопрос возможности, вот здесь вопрос, есть ли возможность ли это, или возможность перекрывается тем, что им добавили одну головную боль. Вот здесь. То есть, сейчас это выглядит именно так, что они, продавая только этот продукт, они получат то, что они получали раньше. Да. Но почему эта возможность, если они начнут это продавать, они получат сверх того, что они получали раньше, как мне кажется. Это возможность, ну, новые, как бы, больше заработать. Да, то есть дали им вот это, сказали, что у вас есть возможность. Как выглядит реальная реакция конкретного человека? Вот ты с ним общаешься, говоришь, чувак, вот тебе принесли вот это, тебе дали возможность. Что он отвечает? Он отвечает, ну, если там, условно, разные ссылы, ну, там, плюс-минус по больнице, сейчас отвечает, да, дали возможность, я пытаюсь продавать, типа, не продается, поэтому я на это забиваю. Так, смотри, давай, вот сейчас важный момент. Продукты продавали, у сейлоп не продается? Да. Супер. Понимаешь ли ты, почему не продается? Куча причин нам высказывают, начиная с того, что сейлоп нужно обучать, чем мы постоянно занимаемся, что, с увы, что еще причины говорят, что продукт там не всегда добилен, не все функции в нем реализованы, а у этому заказчику нужно там 5 дополнительных функций, этого еще нужны и так далее, и так далее. Хорошо, а то, что они говорят, ты согласен с этим? Я по поводу того, что их не обучают, нет, не согласен. У меня сейчас продукты только тем и занимаются, что их обучают, плюс еще мы там отдельно сейчас продуктовый отдел там этого обучатора наняли, который хотя бы будет регулярно их слушать. Со вторым моментом я согласен с тем, что продукт не может всем заказчикам полностью удовлетворять. Условно говоря, я не хочу превращать мою продуктовую команду в проектную, которая будет, пришли к крупному заказчику, так, он хочет это, 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 туда запилили все это, насували продукт, я делаю масштабируемый массовый продукт. Поэтому я согласен, что продукт можно доработать, там есть куда еще расти, но я согласен, что он удовлетворяет основную потребность. Я понял. Да, более того, он там... То есть есть MVP, который продается на уровне продуктов? Есть, я бы, я уже не... Ты даже не MVP. Хорошо, то есть это прям, окей. Это прям продукт, но продукт, условно говоря, это из серии... Вот купили айфон, как бы, ты такой смотришь, блин, ну, точнее, ты хочешь, думаешь покупать айфон, ты смотришь, так, так, это все есть, там, я не знаю, три камеры есть, блин, а вот по моей задаче, мне нужно четыре камеры, и поэтому я не куплю. Ну, серия примерно сейчас выглядит так. Смотри, давай вернемся к общей картинке. Целые не замотивированы, хотя им, в принципе, мотивация в деньгах и возможности есть. То есть, почему они не замотивированы, потому что в моменте продажи им сказали, что продукт будет продаваться, но у них почему-то не продается. Из того, что они говорят, я услышал, что есть две остальных вещи, что недостаточно их обучили, и это то, про что ты говоришь, уже есть момент, который... Есть второй момент, который, мне кажется, стоит на него сейчас обратить внимание и покрутить тоже, это то, что продукт не готов, и клиенты требуют еще фич, поэтому не могут до конца допродать. И он явно продается сложнее, чем вот это, потому что здесь какие-то... Если принять на секундочку, что это так, что это на самом деле так, как изменится твоя позиция по отношению к вот этому всему процессу? Ну, я, наверное, кинусь... То есть, смотри, они сейчас без обратной связи не остаются. Естественно, когда ко мне приходят сэл и говорят, слушай, я не продал продукт, потому что вот заказчик хочет еще того-то, то я как бы начинаю исследовать эту проблему, потому что, возможно, есть какой-то боблок. Но если это действительно окажется так, то тогда там все силы будут брошены на допилку этого продукта. Но сейчас у меня там, условно говоря, по опыту, я не знаю, я там одним местом чую, что если я сейчас уйду еще там на полгода в разработку и потом опять выйду, опять не будет продаваться и опять будет ничего-то не хватать. Хорошо. То есть, да, сейчас как раз я обращусь... У меня с Илами эта битва идет достаточно давно, и не только в этой компании. Да, сейчас мы не будем выходить на уровень тебя и взаимодействия, как ты там общаешься с коммуникацией, мы попробуем вот здесь докрутить, если мы что-то найдем. Здесь сейчас как раз хочу обратиться снова к вам. Опять же, конфликт здесь понятен, что у силов есть одно видение, как они продают и как есть фидбэк клиента, и у них нет здесь результата такого, который есть здесь, и поэтому они испытывают сложность. При этом Заур говорит, что каждый кейс там, ну, насколько возможно, разбирается, и там объясняет, что как можно продавать. В общем, кажется, что там вопрос в том, что они просто не умеют правильно делать. Есть на самом деле конкретные просто кейсы, достаточно там плюс-минус среднего уровня заказчики, где было сказано, там исследуешь проблему, так вот мы предложили заказчику, точнее не так даже, заказчик пришел к нам, говорит, хочу видеоаналитику. Я говорю, окей, давайте, да, видеоаналитику, вот там все рассказал, показал. Проходит некоторое время, ты такой, что, ну, как заказчик отреагировал? Ну вот заказчик, я поговорил с заказчиком, выяснилось, что у нас ничего нету, ничего из этого не готово, что хочет заказчик, я типа с ним закрыл тему. Ты как бы поднимаешь эту тему, мы с продуктами туда идем, и выясняется, в итоге мы, как бы, этого, этот заказчик нам начинает платить за видеоаналитику, мы рассказываем, показываем, как его проблему можно решить существующими. Вопрос, вопрос, который сейчас, относишься ли ты к продуктам с той стороны, что их компетенции должны плюс-минус равняться, к силам, что их компетенции по рассказу и погружению в продукт должны равняться продуктам? Ожидаешь ли ты от них того, что они будут драться за объяснение того, чем продукт крут, как создатели продукта? Ну, наверное, не ожидают, все-таки продукты в своем сайте продуктов должны быть компетенции. Хорошо, то есть, да, мы понимаем всегда, что продукт, который супер шарит в продукте, особенно сложный продукт, если он хорошо объясняет клиенту, что это и зачем, то у него шансы на продажу выше, потому что он прям копает суть проблемы. Вот, похоже, что силов этого знания пока нету, правильно? Либо навыков, либо действительно ты относишься к ним с точки зрения, что чуваки, ну, почему вы не сделали так же, как продукты? То есть, тот факт, что до сих пор они, условно говоря, не разогнаны, не набрана новая команда, именно и доказывает, что пока мы еще верим, что проблема в нас, мы их там недостаточно обучили. Проблемы там, ну, как бы, это не к тому, что проблема, которая есть, и мы ее не решаем, естественно, мы ее пытаемся решить. Хорошо. Срез сейчас снова понятен, давайте немножко прям такого экспертного мнения, да. У меня есть идея, что надо учить с продуктом, когда общаетесь с клиентом, он же проводит объект, он случает проблемы, а продажник, он наоборот, он навязывает решение. У продажников есть специальная система спин, где они как раз... Зависит от того, какие у них продажники, спин-продажи не все используют. Ну, вообще, как бы, у нас продажи, во всяком случае, учат так, что ты продажник, ты не должен навязывать, типа, купите мой продукт. Ты, как бы, узнаешь о волях клиента, и на основе этого подбираешь решение из продукта. Ну, скорее так. Такая проблема. Не знаю, такая проблема есть, что, скорее всего, они, это уже лично субъективное мое мнение, что они как продажники хреновы. Окей, ну, это мы тоже сейчас запаркуем этот момент. То есть, то, что мы говорили, есть у тебя субъективное восприятие, что продажники хреновые, вот, и оно основано на чем-то плюсовом предыдущем опыте. Вот, сейчас мы погружаемся в конкретную проблему того, что кажется, что продукты, сейлы продают не так, как продукты, потому что у них недостаточно, там, компетенции, навыков и так далее. Вот, да, еще вот сейчас был Сергей, да. Можно популяризировать. Вот то возражение, что продукт не готов. А оно получается как? Вот, когда приходит такой фигмент от разных клиентов, это вот всегда чего-то одного контента не хватает или всегда по-разному? Всегда в том-то и дело, что всегда по-разному. Есть, ну, понятное дело, там, есть там стандартное наполнение бэклога, стандартный список хотелок, и, как бы, мы на это, в первую очередь смотрим. Если оказывается, что одну хотелку из раза в разу просят, ну, мы ее допилим, но когда один хочет одного, второй другого, и, ну, опять же, с другой долей вероятности, я уверен, что даже если мы допилим, они не купят. Потому что если всегда бежать только за клиентом делать его хотелки, ну, я думаю, вы все знаете, что это... Да, продавать. Да, да, продавать. Хорошо, чтобы понять, что это действительно все-таки, это проблема или нет, потому что, то есть, если кто-то стандартное разрешение... Окей. Ну, и стандартное... Да, еще. Вот у меня вопрос, Залу говорит, что, ты говоришь, да, что продукты продают и покупают, когда продукты у тебя продают, продают, да, как ты, в какой момент ты понимаешь, что продал? Какая-то обратная связь, это... Нет, я понимаю тот момент, что когда заказчик сказал, окей, да, интересно, и сейл, ну, как бы сейла мы из этого процесса не исключаем, он там как-то должен участвовать, и сейл там выставил ему счет, и заказчик оплатил. Окей. Окей, да, интересно, на моменте какого-то, когда твой продукт не то образом там делает этот клиент, или продукт, или это просто конкретный процесс продажи, и клиент говорит, выставьте мне инвойс, там... Не, ну, каждая, как бы, продажа с участвованием продукта, она получается такой, она становится там достаточно сильно дольше, ну, точнее, так, без продукта ее нет вообще, а с участием продукта, продукта она становится сильно дольше, но там прям, ну, вгрызаешься в заказчиков, в его проблемы. Так, вы хотели такой-то момент, а для чего это вам? И в итоге выясняется, что если влог идти к нему, то, понятное дело, влог у нас получается, продукт это решить, ну, звучит, как будто бы решить не позволяет. А как только ты раскопал проблему, там, условно, мне нужен модуль наличия сотрудника на рабочем месте. Смотри, Заур, давай не погружаться в конкретную деталь. Сейчас вот еще раз снимем картинку. Это же входящие продажи тоже или нет? Это... когда как мне... Окей, ну, в общем, входящие или нет, это не суть важно. Сейчас еще раз, картинка. Здесь есть какое-то погружение в проблематику клиента после того, как пришел в проблематику и презентация продукта, правильно? Да. Дальше идет подписание и, собственно, там деньги. Вот тут, я так понимаю, все окей в этапе. С подписанием, когда приходит продукт, все окей. С принятием денег тоже окей. Вот здесь, когда вот эту задачу выполняет продакт, то все окей. Если сейл, не окей. Сейчас вот я предлагаю буквально две минутки завершить вот этот кейс на том, что мы успели еще кого-то разобрать. И я хочу тебя прям спросить. Вот если ты понимаешь, что сейчас в этом конкретном месте вот компетенция, которая работает на продажу, это продуктовая, вот компетенция, которая не работает, это сейловая. Что тебе это говорит и как ты можешь подойти к этому процессу по-другому? Ну, мне это говорит, наверное, то, что в сейлах надо продуктовую компетенцию прокачивать. Ну, это... Это, да. Пункт номер раз. Ну, как бы, суть в том, что эта же проблема там не два дня назад образовалась. Мы в последнее время этим только и занимаемся, но ничего не меняется, скорее так. Ну, может, мы такие там хреновые обучаторы, но мы вот сейчас взяли обучатора, может, что-то изменится. Не знаю. Хорошо. А, вот еще... Есть ли идея, то есть, вот CGM в эстраде посмотреть, как продукт греет, получается, квалифицировать лидов, когда эта продажа происходит, и второе мнение, чтобы продукты учили целый год? Ну, вот на самом деле, вот все, что вы говорите, и да, сейчас и CGM мы достраиваем, там огромный получается, и продукты учат CLO, но, как бы, надеемся, что это, да, эта проблема все-таки временная, и мы ее переборим. Но, опять же, ну, как бы это странно не звучало, но я, как главный продукт, я в последнее время больше занимаюсь тем, что я слушаю звонки CLO, как бы... Это нормально, когда, да, вот, это нормально, когда для тебя сейчас есть понятная проблема. Ну, почему я так увозмущен? И слушая звонок CLO, я понимаю, что я бы у него тоже не купил. Супер. Вот. Знаешь, какая гипотеза есть, просто, возможно, вот именно с корень, да, квалификация лидов, бесколько по-разному, то есть ты отбираешь более качественных ребят, которые там проще продавать, ну, вот, продакты, а продажники берут... Тоже хорошая гипотеза, но... Так, то и дело, что мы как раз идем, мы идем еще в более хреновую ситуацию, когда сейл уже все запорол, когда там клиент уже, как бы, ну, брызгаясь с рнями, типа, что вы ко мне пристали, у вас ничего нет, мы идем в этих клиентов, и им умудряемся продавать. Тут что-либо жилих разогрели. Лаптик, очень хорошо. Я не знаю, в какую сторону... Сейчас, ребят, давайте, здесь была рука у Димы, чтобы мы по очереди, и потом Артем, да. Я хотел спросить перед тем, как лид попадает к сейлу, каким образом, вот, когда Юра сказал, ему он греет. То есть, как он, у него есть информация о продукции, он понимает, что это такое, и... Ну, на самом деле, тут, наверное, как бы, нужно более почетче, но в целом у нас по-разному. Это может как и исходящее быть, там, условно, ему позвонили, так был он на вебинаре, который вел продакт, после вебинара пришел. Или зашел просто на сайт, у нас большое количество... зашел на сайт, на продуктовую страницу, как бы, у нас отдельные лендинги под продукты сделаны. Там прочитал, звонит, вот у меня... Я вижу, что у вас там есть видеоаналитика много разных, но он как бы... Давайте тоже, чтобы мы, чтобы мы не погружались в детали, то есть, ну, как бы, там явно, может быть, проблем, может быть, нет, мы сейчас все не поднимем, но кажется, что, как бы, путь примерно один. Давайте еще от Артема замечание, и я сделаю summary. Ну, замечание такое, что вам сейчас бесполезно учить ZLZO, потому что у вас конфликты, вы только усиливаете, и вам надо... Это очень хорошая вещь. Просить их учить вас. То есть, вы должны вовлечь их к разработку винтовики продаж. То есть, сказать, помогите нам выработать правила, как мы будем продавать наш новый продукт, и заплатить им за это. И да, у вас конфликт будет еще. Вот, очень хороший момент, и я предлагаю, как раз, я сейчас его обозначу, на нем завершить. Заур, так вот тоже из опыта и со стороны вижу ситуацию, как вот, у тебя сейлы равно плохо. Есть такая установка? Текущие сейлы, да. Да, да, ну, неважно. Вот сейчас, вот, как бы, в твоей модели мира сейлы равно плохо. Вот. Не, я имею в виду, текущие сейлы плохо, а не то, что в целом все сейлы плохо. Я, как бы, считаю, ну, даже среди текущих сейлов есть, там, один-два, которые его оставят. Вопрос. Принимаешь ли ты то, что сейчас это так, вот, и как-то кардинальными действиями, если там не подойти, скорее всего, эта ситуация не изменится, по крайней мере, начиная с твоего отношения? Да, понимаю. Вот. Если, исходя из этого принятия состояния, как ты видишь, как ты можешь вовлечь сейлов в то, вот, как Артем говорит, чтобы они поняли проблему твою, вот, проблему того, что ты видишь, что они недостаточно продают, как ты можешь вовлечь их в создание, действительно, вот этого нового фреймворка о продаже? Ну, пока я вижу только... то, в чем мы уже там одвижемся, когда я прошу сейлов в каждую продажу подключать продукты, под возможность там особенно... Возможно, сейчас это так, да, и это помогает как раз вот та самая задача обучения провернуть. Окей, давайте перейдем к еще одному кейсу, 20 минут у нас есть, спасибо, Заур. Надеюсь, было чем-то полезным, задача действительно сложная, она явно уходит еще куда-то глубже. у кого есть, возможно, чуть более простая история взаимосвязей, мы ее за 20 минуток покрутим. Про команды, про стратегию. Да, Глеб, ты можешь предложить свою проблему. Чужие-чужие не нужны проблемы, да. Ну что, история, кейс в команде. Понимаю, что это оголяться сложно, но можете взять что-то от чего-то маленького, понятного. В компании, в команде, как ты относишься к своим задачам, как к своему росту, как к росту команды, как к процессам. Сейчас, давай сформируем запрос, как он звучит. Как мягко донести вот эту вот основалку для ретроспективы до команды. Донести. Не совсем понимаю, команда не принимает результаты ретроспективы или она не идет на ретроспективу, или что происходит? Нет, она идет на ретроспективу, чтобы исходить больше именно такие мочевые. Критика личности, чем антиритика процесса. О, окей. Как выйти, то есть ты хочешь донести до команды, часть из которых здесь присутствует. Как выйти? Я не знаю, про какой ретроизобрет. Прекрасно. Прекрасно. Выходи, выходи. Это будет... Так у нас же ретро для этого и есть. Это будет немножко до психологии. Это будет весело, потому что здесь присутствует команда. Давайте. Давай нарисуем ситуацию. Есть ретро. Ретро присутствует обычно сколько человек? Вот примерно. Четыре. Четыре человека. Нет, особо. Четыре плюс я. Четыре плюс я. Зачеркиваю. Раз, два, три, четыре, пять. Что это за команда? Это наша продуктовая команда. Продуктовая, да, команда. Продкоманда. Есть команда. О, класс. С Вова пришел. Так, хорошо. Один из них тут ты. Почти. Почти. Да, что происходит на ваших ретро? Вы идете по классическому формату или как? Что было хорошо, что было плохо. Что было хорошо, что было плохо? Кто ведет этот процесс? Я, Глеб. Глеб ведет. Глеб, он как только модератор или он в том числе и участник? Его тоже спрашивают. Фасилитатор. Только фасилитатор и еще и участник? И участник. Окей. Интересненько. Здесь есть где-то... Глеб. А, ну, он когда-нибудь Глеб и бесспорожный. Это плохо. Думаю, что отвечает. Хорошо. Собственно, расскажи, где происходит беда. Какой момент? Так, это прекрасно. Здесь все пока что хорошо. То есть вы это делаете не через друг друга, по идее, должны, а через какое-то внешнее. Вот вы сюда все смотрите. Правильно? Есть какая-то проблема, и она как бы вот тут находится. Так? Да, и у меня в предыдущем опыте был... Давай, спасибо. Не экспертный, но частичный опыт фасилитировать команды, то есть быть как Agile Coach. Сейчас, 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 все сделаем. Нет, здесь он висит, все нормально. Да, да, да. Все, супер, спасибо. У меня был предыдущий опыт, когда я работал Agile Coach, и я заметил, что есть такой момент, что критика идет процесс именно, а вот на людей, и это прям... Ну, сидишь и уже неловко себя чувствуешь. Окей, то есть периодически критика переходит не сюда, как раз, а вот там, условно, на кого-то. На кого-то из тех, кто присутствует? Кого-то из тех, кто присутствует? Да, вот хороший вопрос. Да, но здесь конфликты, да. Друг на друг. Конфликты, короче, оголяются конфликты здесь. Хорошо. Хорошо, сразу первый вопрос. Как ты относишься к таким конфликтам? Вот прям просто опиши, как ты воспринимаешь конфликт. Я стараюсь, чтобы их не было, там, что они неэффективные, то есть конструктивная работа именно, что они люди виноваты, люди плохие, да, процесс такой. Окей. Если процесс улучшается, люди подтянутся. Как ты думаешь, всегда ли виноват процесс, а не люди? Ну, на моей практике это было 99% случаев. Ну, вот, как бы процесс в целом там нормальный, но чувак регулярно опаздывает. Это чья проблема, процесс или его? Какая кажется, опоздание будет, да, что опоздание такого понятия нет? Я считаю, чувак... Не-не, клевый вопрос. Не-не, в смысле, да, вот, пример, что вы договорились по процессу, что обязательно все там на Daily Sync приходят вовремя. И один чувак постоянно опаздывает. Это проблема чья? Я сначала подхожу именно с подходом таким, что, возможно, у него какие-то есть личные проблемы, он просто их не проговорил, и, значит, процесс, ну, надо... То есть, подожди, сейчас, давай, возвращаю. Он опаздывает, потому что у него есть личные проблемы, и нужно сдвинуть время. Ну да, то есть, и он их не проговорил, и я от него не спросил. Да, то есть, вся команда должна перенести синки куда-то на попозже. Вот, и остальные митинги компании, и потому что вот у него есть... Нет, вдруг он мне детский саг отводит, и просто... Да, может быть, может быть. Да, это не исключено, хорошо. Если ты, там, подходишь и спрашиваешь, что происходит в этот момент. Вот, ну, то есть, происходит общение, если он, ну, такую уважительную, правильную причину, которую действительно периодично и так далее проговаривает, да, окей, вносим в команду, возвращаем, куда перенести... Продолжаем. Представь, что у него нет проблем, и он действительно, вот, ну, опаздывает, потому что он такой. Ну, раздалбай. Вот, но здесь, в моей практике, применяем не к челлендж, когда, получается, виноват один, а отвечают все. Как это выглядит? Как это выглядит здесь? Ну, допустим, там, будет два опоздания за месяц, депримирование всей команды. Вот такая, такая, такая же... То есть, смотри, сидит, сейчас вот тоже нарисуем, вот сидит вот этот чувак. Короче, он такой злой. Он опаздывает регулярно, он в команде, и, как бы, ему не говорят о том, что, типа, чувак, ты это, ты, короче, плохо делаешь, что опаздываешь потому и потому. Ты говоришь, что... Тут такая ситуация, что у нас периодически происходит опоздание, и если вот мы будем опаздывать, то, значит, кто-то будет опаздывать, то депримирует всю команду. Правильно я тебя услышал? Почему ты считаешь, что не стоит этому человеку сказать о том, что он опаздывает? Ну, у меня просто практика была такая, что не конкретно один опаздывал, а периодически это будет... Ну, и один конкретно всегда опаздывал, и периодически все, и другие. Ну, вот мы сейчас... Да, мы сейчас берем ситуацию... Чисто один, да, тут эффективнее было решать именно такую... Хорошо. Проблемы с человеком. Те конфликты, о которых ты говоришь. Да, в компании, на тех случаях. Да, абсолютно. Нет, вы уже сказали. Он вообще из этой, из make sense команды. Да. Штаны случайность. Хорошо, вопрос. В вашей команде, вот как раз в команде, когда ты видишь эти конфликты, происходит ли то же самое, похоже на историю с опозданием конкретного человека? Я вот не погрузился, не могу сказать, что это действительно подтвержденная проблема. Когда никто не бесит? Нет. Вот, но, допустим, по комментариям от остальных участников команды, я понял, что это периодически. Супер. Немножко, немножко мы... Совсем чуть-чуть нырнем психологии, потому что у нас времени немного, и все-таки это... Смотри, представь, что ты вот этот человек. Ты опаздываешь регулярно, не со зла. Ты опаздываешь, подвозишь команду, ну, как бы, ну, ты такой, вот. И постоянно в команде вводятся всякие странные правила, типа, там, кто опоздает, там, все команды депримируют, и ты такой, ну, как бы... Да, да, остается все статус-планки. Ты такой, ну, блин, ну, я такой, вот. Было бы ли тебе круто, если бы к тебе подошли и сказали, чувак, как бы, ну, не со зла, но, типа, давай разберемся вот с этой историей. Ну, здесь, там, включилась моя первичная, что я сам буду депримируют, да, и вторичная, что я ее коллегу... Нет, забей, забей про депримирование. Тебе пришли и сказали, чувак, ты опаздываешь, и, как бы, неважно про депримирование, но, как бы, у нас в команде это не очень принято. Вот, слушай, ну, вот, давай, то есть ты готов с этим что-то делать? Я бы ушел. Ну, вот, это я такой человек, который всегда опаздывает. Если команда не расстраивается, я ухожу. Но ты был бы рад, если бы к тебе подошел человек и рассказал, слушай, вот такая есть проблема в команде? Ну, ко мне и подходит. Я говорю, ну, сорян. Да, то есть, ну, ну, что для тебя есть сорян, подожди. Ну, я не... Да. Для меня слишком тяжело, у меня мои 30-летние привычки, я стою поздно, ложусь поздно, Супер. Готов ли ты искать вместе с командой решение, если к тебе пришли? Ну, да. Хотел ли бы ты, если бы ты видишь, что, ну, как бы, постоянно кто-то тобой недоволен, хотел ли бы ты, чтобы к тебе пришли и вы вместе нашли решение? Да. Вот, вот здесь похожая история. Хотел ли бы ты дать конкретному человеку возможность вместе с ним найти решение? Ну, да. Да. Тогда чем это расходится, вот, вот, конкретно личная критика, то есть, да, это нужно прийти, конструктивно сказать человеку, что он не прав, но дать возможность вместе найти решение. Чем это отличается от той ситуации? Потому что у меня было мало опыта, я вот принял там какую-то штуку за истину, типа, давай ее везде использовать, типа, классный серебряный пулер. Да. А именно с такими вот личностями никогда не работал и немного даже ее боюсь. Окей, вот. Это вот, ну, тот потенциальный страх, который где-то там обычно присутствует, вот, и это то, с чем ты, в первую очередь, можешь поработать. Нет ничего страшного в конечном счете, чтобы команда работала лучше, правильно? Да. Вот. Но есть страшные действия, которые нужно совершить, чтобы там подойти к человеку и, например, тет-а-тет-а, пообщаться про вещам, которые неприятно говорить. Понимаешь ли ты, да, да, ну, вот. Так, чтобы немножко подзавершить, понимаешь ли ты сейчас, что тебе нужно, чтобы пойти вот в эту сторону и поучиться вот как бы более, ну, во-первых, реагировать на личные вот эти вещи, убирая личные, оставляя конструктив. Второе, как ты сам можешь начать это делать? Ну, я вижу, вот, первое, что надо сужать на эту проблему, то есть не этими толстыми словами, потому что ты подводишь и так далее, да, конкретно показать, где человек может улучшиться, или что тебя не удовлетворяет, кто такому научится, да. И второй момент, что, естественно, все вот это, когда сформулируешь, прокоммуницируешь. Да, вопрос правильно прокоммуницировать, даже если это персональная тема. Окей, есть ли у тебя сейчас на этот счет еще какой-нибудь вопрос вот здесь, и хочешь ли ты послушать от кого-нибудь еще обратную связь, кто сидел, наблюдал, возможно, что-то в голове держит? Интересно, какой опыт был у других? А на манесе вопрос его опыт, да. Давай вопрос, вот, чтобы мы... Сколько шансов можно давать человеку? Не могу ответить на этот вопрос. Сильно зависит от ситуации и от того, как вы договоритесь к команде. Вот. Желательно давать столько, сколько вы договорились. Вот это важно. Нет, я имею в виду, что, вот, условно, Артур подошел к этому человеку, поговорил, он сказал, ну, все, окей, я... Там, у меня была такая проблема, даже договорились с командой, перенесли там на два часа позже, собираетесь, ну, проходит неделя, раз он пришел вовремя, два он пришел вовремя, вторую неделю, опять всю неделю опаздываю. То, что, надо еще раз с ним говорить или сказать, извините за уважение, ты запаривал? Да, смотри. Мы тебя больше не уйдем. Да. Я, 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 я негодую от тебя, да. Это возмущительно, да. Хорошо. Смотри, история той же самой открытой коммуникации. Если ты можешь сказать человеку так, чтобы не обидев его, но донеся до него ценный фидбэк и выслушать то, почему он делает так или иначе, и вы после этого договоритесь, то ваша договоренность будет честной. Если просто придешь и скажешь, типа, чувак, ты в прошлый раз опоздал, еще раз тебе капец. Это может быть, но как бы не думай, что он будет к тебе относиться с уважением, пониманием, он скорее будет жить в страхе. Вот. В страхе, ну, типа, так, ну, не знаю, я не люблю работать, когда у меня там ребята в страхе бегают. Но это, это... Да, в некоторых ситуациях, в некоторых компаниях это существует. Я считаю, что... Вернее, я верю, что компании будут постепенно двигаться, там, вот эти все спиральные динамики, бирюзовость, но это как бы... Я вас руководствую с тем, что я стараюсь не опаздывать на встречи. Почему я плачу на встречи и жду там чувака, который постоянно обдавляет? Понимаю, вот. Но самый важный здесь point, который можно ставить, не все такие, как ты. И у всех разные ситуации. И вот умение вот это как раз все там узнать, повернуть, спросить и так далее. Да, давайте еще парочку, парочку комментариев. Вот, по-моему, еще была рука, нет, нет, не было руки. Да, давай. Смотри, вот отлично концентрируем внимание на проблеме, если это какая-то общая проблема, если проблемы на человеке, концентрируем внимание на человеке. И вот тут вопрос. Мы концентрируем этот тет-а-тет или ты считаешь эффективнее вот проблема в человеке, он опаздывает, и такой, условно говоря, на встречу поднять вопрос, на командную встречу, или просто не опаздываешь? Да. Есть простая вещь. Когда есть у нас командные, типа ретро-сборы, мы говорим все командно и открыто. Вот, если есть руководитель, и у него есть команда, и он видит, что кто-то в команде, это вот сейчас уже ведет не коучинг, это я просто опытом делюсь, который у меня есть. Если ты видишь, что кто-то из команды делает что-то регулярно не очень, то негативную обратную связь нужно давать лично человеку, не нужно унижать человека перед командой, типа, вот он опять там опаздывал. Вот, так что, ну да. Но, типа, но ретро-это пространство, когда мы все встречаемся, нужно быть открытыми, нужно давать конструктивно, личную обратную связь, даже если там, да, мне не нравится, что там чувак, вот он там регулярно, не знаю, там на всех начинает бычить. Вот я на ретро говорю, типа, чувак, вот я замечаю, что ты начинаешь вот так себя вести. Вот, мне, типа, это приводит вот к тому, что я после этого там теряюсь, не могу высказать мысли. Возможно, у ребят то же самое. Почему ты это делаешь? Расскажи, давай. Ну, то есть, вот такие открытые, прямые конструкции. Угу. Спасибо. Пожалуйста, спасибо. Так, наверное, ну, у нас есть пять минут, в принципе. Не, мы прям, мы кейс не разберем. Почему вы негативные связи называете индивидуально? Почему? Все просто, потому что, когда человек чувствует унижение как бы в группе, вот, для него сложно разобраться с этим, он скорее закрывается и не хочет дальше с этим работать. Я слышал, что если ты собираешься у человека в город, то, ну, такая стратегия нет для себя. Ну, приведи пример. Ну, все, типа, унижения. Подожди, сейчас. Класс. Виктор, на самом деле, говорит про то, что, ну, как мне кажется, что, чтобы потом у команды не возникло вопроса, почему его уволить. Ну, короче, давайте из шутки перейдем в реальность. Тут не прям унижение, конечно, а про то, чтобы вся команда знала, что человек совершает такие, да, ошибки. Да. Вот про прозрачность ошибок, наверное, здесь и вопрос. Вот, здесь как раз, да, да, похоже. Здесь вопрос про правильность. Вот что самое крутое в команде? Вот, команда – это набор лиц, которые заинтересованы в достижении какой-то общей цели. Это называется команда. Вот, у нас нет команды, у нас есть группа, если мы просто существуем вместе и что-то делаем. Вот. В команде есть, ну, руководитель, вот, зачастую, которая, соответственно, этой командой управляет. Вот важно понять, что команда вот здесь в первую очередь. У руководителя обычно команда где-то вот здесь. Это и там другие руководители. Вот, он управляет этой командой. И если есть набор правил, которые говорят о том, что вот этот человек за какие-то вещи должен быть уволен, в первую очередь эти правила должны быть понятны всей команде. И команда сама должна изначально увидеть, что он не выполняет правила и прийти к руководителю и сказать, слушай, вот он регулярно вот так, вот они сначала вместе поговорят, не получилось. Вот тогда они скорее говорят, чувак, вот с ним проблемы, и тогда его надо уволить. Тогда руководитель идет к нему, объясняет эти вещи, они договариваются о чем-то. Проходит какое-то время, если эти договоренности не исполняются и снова ему приходит этот фидбэк, тогда уже делается там публичное объявление, типа, к сожалению, вот с этим-то-то-то-то мы не смогли, вот, ну, вот такое. Но выносить это постоянно, то есть если в тот момент, когда ты вынесешь, что этот чувак сделал все плохо, вот, и его надо наказать и так далее, ну, это работает в структурах, вот там, не знаю, может быть, госсектор я особо не работал, вот там, где нужно публично запороть человека, чтобы что остальные делали? Боялись. Вот, как бы, ну, в хорошей команде этого не должно быть. Можем еще один вопросик какой-нибудь подобный разобрать. Ладно. Давай. Добавил бы, наверное, я еще, ну, не знаю, как с примером про опоздание, я периодически стараюсь как-то, короче, ну, не знаю, как с примером, еще доносить на команду вопрос, то есть, может быть, сейчас статурировано примерно, но так садись, что все от команды скажут, да, ну, блин, да, опаздывает нормально, да, все будем опять опаздывать. Если меня-то устраивает, тогда как-то вполне может так. Супер, да. То есть, вот, что важно, чтобы принимать решение вот здесь, можно в тот момент, когда есть понимание, как вот эти ребята что-то видят. Если нет понимания, то здесь можно быть только тоталитарным вождем. Ну, как бы, это обычно к хорошей команде не приводит. Вот, на этой минуте предлагаю закончить. Спасибо, ребят! Это было экспериментально. Спасибо. 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 Спасибо.